Ребята, всем привет! Очень рада вас видеть на канале. Сегодня мы с вами порисуем зимние идеи. Очень многие проголосовали за то, чтобы нарисовать зимние идеи, хотя я думала, что большинство проголосует за новогодние открытки. Так что сегодня у нас идеи, а в следующем видео я сделаю для вас уже открыточки на Новый год, которые мы сможем с вами нарисовать и подарить друзьям или близким на Новый год. Для первой картинки нам понадобится что-то круглое. У меня это крышка от ароматической свечки. Если вы играете в хоккей, подойдет шайба. Нужно взять такой размер, чтобы уместить на один формат три кружочка, если у вас большой скетчбук. Нужно обвести со всех сторон нашу форму, не сильно нажимая на карандаш. Слегка обводим. В готовых формах я нарисую животных, так как это будут елочные украшения. Вы можете придумать свой собственный дизайн игрушек или повторить тот, что сделаю я сегодня в видео. Первый шарик будет у меня в виде северного мишки. Второй это олень санты. И последний с пингвинчиком. Животных много и вы можете создать больше елочных украшений, сделать разнообразных зверюшек. Для покраски этого рисунка я выбрала акварель и скетчбук с акварельными листами. Данную работу можно выполнить и в других техниках с использованием любимых материалов. Обязательно делитесь своими результатами, присылайте свои работы мне в телеграм или инстаграм. Все ссылки на социальные сети есть на моем ютуб канале или в описании под видео. Мне очень нравится, когда вы делитесь своими рисунками, так что присылайте. Для покраски пингвинчика у меня, на жаль, нет черного цвета. Поэтому я намешала коричневый цвет и немного синего добавила. И получился такой необычный цвет. Не забываем подписываться на мой канал, жмакать колокольчик, чтобы не пропускать уведомлений. И подписываемся ко мне в телеграм, в инстаграм. Там много чего интересного проходит. И еще я буду делать розыгрыш рождественских боксов. Один будет на ютубе разыгран, а второй я разыграю в инстаграме. Так что подписываемся, чтобы ничего не пропустить. Для того, чтобы получить красивый коричневый оттенок, я смешала желтый, синий и красный. Если в вашей палитре есть тепло-коричневый цвет, используйте его. У меня ограниченная палитра цветов, поэтому приходится прибегнуть к технике смешивания, чтобы получить нужный мне цвет. А теперь беру чудо-линеечку и буду рисовать кругленькие глазки. Очень удобно использовать такой девайс. Глаза получаются действительно ровные. Всем зверюшкам рисуем круглые глазки и закрашиваю в черный цвет. У каждого будут разные глазки. Эту металлическую держалку, как она называется, так и не вспомнила. Возможно, если вы знаете, напишите в комментариях, как называется эта штуковинка сверху на шарике. Ее я закрашиваю золотистой ручкой, так будет смотреться более празднично и, мне кажется, интересно. Теперь нам пригодятся цветные карандаши, чтобы сделать свой рисунок более контрастным, но и порисовать какие-нибудь мелкие деталюшки на самом рисунке. Цветные карандаши можно заменить цветными линерами для того, чтобы выделить мелкие детальки на самом рисунке. Ну, а если хотите усилить цвет, то здесь никак не обойтись без цветных карандашей. Ну, а если вы рисуете свою картинку спиртовыми маркерами, вы можете попробовать усилить цвет с помощью наслаивания. То есть сделать несколько слоев, и тогда вы получите более темный контрастный оттенок. Это мы будем делать с вами по окружности самого шарика, чтобы добиться объема. То есть у нас шарик по краям более темный, а в середине он светлый. У белых шариков мы тоже будем добавлять оттенок, но уже более светлый, так как нам нужно показать, что шарик действительно объемный. Последним этапом станет нанесение на рисунок белых бликов акриловым маркером. Вы можете использовать белую гелевую ручку, если у нее хорошая укрываемость. Еще добавим этим же маркером пятнышек на голову оленя. Смотрится супер мило. Облики создают эффект объема, будто бы шарик действительно стеклянный. Посмотрите, какая красота. Получается милый наборчик украшений на елочку. Ставь лайк, если тебе понравилась эта идея. И мы теперь приступаем ко второй идее, где мы нарисуем с вами супер простую иллюстрацию. Для начала нам нужно нарисовать сердечко посередине листа. У меня получилось немного выше середины, но это не страшно. И теперь прорисовываем пальцы рук. Я запланировала сделать гринча, поэтому пальчики имеют острую форму на конце. Вы можете нарисовать свои ручки или руки своего персонажа. Тут уже как вы хотите. Пока рисовала мне пришла в голову очень интересная идея, что вы можете сделать с этой иллюстрацией. Возьмите фотографию любимого человека или друга и вырежьте по форме сердечко, такого как мы здесь с вами нарисовали. И потом можете вклеить фотографию в сам рисунок, как будто бы через руки мы видим сердечко с фотографией. Я думаю, что это получится очень мило и эффектно. Из этой идеи можно даже сделать открытку и подарить ее любимому человеку или другу. У гринча будет курточка санты, поэтому делаем ее красным цветом. Один рукав и второй. Ну а сами руки, они конечно же будут зелеными. Чем мне нравится еще эта картинка, что здесь не нужно использовать очень много различных оттенков. Взяли только зеленый и красный. Вот и все. И у вас получилась рождественская иллюстрация. И в середине я нарисую обычное сердечко. Его можно не рисовать или можно фотографию наклеить, как я вам только что предложила. Еще немного добавлю тенюшечек, чтобы картинка смотрелась поинтересней. Но вот такие руки гринча у меня получились. Смотрится очень интересно и рисуется супер легко. Эти картинки тоже подойдут для открыток. Просто вырежите формат открытки и нарисуйте эту картинку, этот рисунок у себя на маленьком формате. И подпишите с новым годом и у вас получится полноценная открытка. Так как нам грядет код дракона, грех не нарисовать дракона в своем скетчбуке. И я помню, что кто-то из вас просил меня нарисовать символ грядущего года. Поэтому я выполняю вашу просьбу. Нарисуем с вами дракончика. Я уже заранее подготовила эскиз и сейчас мы с вами его раскрасим. Кто еще не догадался, я решила нарисовать дракона из мультика «Как приручить дракона?» Черную фурию. Надеюсь, у меня это получится нарисовать. Я точно не помню, как она выглядит, поэтому рисую по памяти. Да, надеюсь, я сделаю все правильно. Это будет похоже на дракона. Вы можете взять за основу мою идею и нарисовать любого другого дракона, какого хотите. Не обязательно рисовать черную фурию. Например, попробуйте изобразить дракона из мультика «Унесенные призраками». Или взять дракона из мультика «Шрек». Если кто смотрел этот мультик, он настолько старенный этот мультик, что я не знаю, смотрели вы его или нет. Еще есть очень интересный дракон у Диснея. Мультик называется «Рая и последний дракон». Кстати, я думаю, что надо бы ее тоже нарисовать. Мне очень нравится дракон из этого мультика, поэтому оставлю эту идейку для себя на следующий раз. А вот еще вспомнила один мультик, где есть очень интересный и колоритный дракон. Мультик называется «Волшебный дракон». Если не смотрели, рекомендую. Очень интересный сюжет, но и сама графика очень хорошо сделана. Сюжет вкратце расскажу. Это о том, что обычный парень случайно нашел лампу Алладина, Джина. И оттуда появился не Джин, как нам привычно, а именно дракон. И он настолько долго сидел в этой лампе, что ему жутко было интересно посмотреть, как изменился мир. На вот эти все новые технологии, вообще на всю эту движуху новую. Очень интересный сюжет, нам понравился этот мультик. Вы можете тоже посмотреть, если я вас интриговала именно идеей этого мультика и вообще сюжетом. Можете посмотреть. Кстати, можете еще в комментариях поделиться, какие есть еще мультики с участием драконов. Или может фильмы какие-то интересные есть. Пишите скорее в комментариях. Я обязательно почитаю и что-нибудь из этого посмотрю. И может быть даже что-то нарисую в своем скетчбуке. Мой дракон немного похож на Лунтика. Из-за того, что я его рисовала по памяти. И у него боковые выступающие штуковины очень похожи, как у Лунтика. А у Черной Фурии они немного другие. Я сейчас прогуглила и посмотрела, что да, они больше прижаты к шее. Но я уже картинку практически нарисовала, разукрасила. И здесь ничего изменить нельзя. Но получится у меня такой вот ночной Лунтик. Свой собственный персонаж. В лапках он держит елочные украшения. Вы можете добавить подарочек или маленькую елочку, или что-нибудь другое. Тут уже как вы придумаете. Но пофантазировать здесь можно и придумать много интересного с этой иллюстрацией. На заднем фоне, как вы видите, хвост самого дракона. И вторую часть хвоста, которая у него была сломана, я добавила именно рождественскую упаковку, которой запаковывают подарки. Вот такую вот сюда добавила ему нашивку. Хвост у него праздничный тоже. В больших бездонных глазах я нарисую звездочки, блестки, мерцания. С помощью того же белого маркера акрилового. У него хорошая укрываемость, поэтому смотрится контрастно и красиво. Посмотрите, как здорово. Ну и на сам шарик тоже добавлю бликов. И в завершение хочется еще добавить супер милоты, поэтому беру золотистую ручку и добавляю еще звездочек и мерцаний, чтобы эти глазки прям захватили ваше внимание и вашу любовь. Посмотрите, какая красота получилась. Надеюсь, вам понравилась иллюстрация, и вы возьмете ее за идею и что-то подобное нарисуете. Еще хотелось бы с вами поделиться очередными елочками, которые очень легко рисуются. В предыдущем видео тоже показывала два ролика с елочками. Если вы не видели предыдущие видео и пропустили те самые елочки, которые я показывала, можете посмотреть мое предыдущее видео. Ссылочку оставлю в описании под видео. А сейчас я вам поставлю в видео вот эти прекрасные варианты, которые очень легко рисуются. Их можно использовать для тех самых открыток. Или если вы ведете ежедневник и думаете, как красиво оформить в зимней теме разворот, в принципе, вы можете сделать зарисовочку этих самых елочек у себя в скетчбуке. Пускай будет такой вот черновой вариант, шпаргалка на случай, когда вам что-то действительно пригодится, нужно будет нарисовать на быструю руку. Спасибо, что были со мной, посмотрели это видео. Ждаю вам хорошего настроения. Буду ждать вас в новых видосиках. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok